Привет, на связи компания Система, меня зовут Вадим. Сегодня я расскажу, как вас обманывают при покупке мульчера, утаивая одну очень важную деталь, а именно диаметр ротора. А между прочим, в мульчере ротор это вообще главная деталь, которая составляет 80% стоимости всего мульчера. К нему крепятся ножи и его очень тщательно балансируют на производстве. Так вот, очередной раз к нам поступил звонок, что Вадим, я купил себе мульчер, у него ширина захвата 2,5 метра, но он не может нормально справляться с деревьями даже в 10 сантиметров. И таких случаев становится все больше, так как покупатель чаще всего обращает внимание именно на ширину захвата, при этом про диаметр ротора ему никто не говорит. По итогу в коммерческом предложении он видит, ширина захвата классная, цена низкая, покупаю. Мы всегда говорим о том, что цена не должна быть главным критерием при выборе техники. Нужно всегда смотреть характеристики и сравнивать, а то некоторые удивляются, почему мульчер с захватом 2 метра дороже, чем мульчер с захватом 2,5 метра. Дело тут именно в роторе. И сейчас я расскажу, в чем фишка. В основе работы мульчера кинетическая энергия. Трактор разгоняет ротор до 2000 оборотов в минуту. И подъезжая к дереву, зубья, установленные на роторе, ударяются об дерево. И вот чем этот ротор будет больше, тем тяжелее будет остановить такой ротор об дерево. Для сравнения, вот на вас катится футбольный мяч. Вы ногой спокойно его останавливаете. Но, если с той же скоростью будет катиться, к примеру, шар для боулинга, даже если вы не переломаете свою ногу, вы затратите больше энергии, чтобы остановить более тяжелый шар. Так, ну а теперь по-любому кто-то напишет, что вот, что он несет. Какие еще мячики, мы вроде в лесу. Короче, на практике все просто. Вот перед вами дерево диаметром 40 сантиметров. И если на вашем мульчере установлен ротор, большой, тяжелый, с диаметром от 600 миллиметров, и трактор разгонит его до 2000 оборотов в минуту, то такое дерево его не остановит, так как кинетическая энергия будет просто огромная. Мульчер это не болгарка, где диск имеет прямой привод от мотора. Тут все устроено иначе. Трактор через вал отбора мощности, он же в Ом, передает обороты в Т-редуктор мульчера, а уже этот редуктор имеет ременную связь с ротором и просто поддерживает обороты ротора. Однако, если вы подумали сейчас, что да у меня и нету таких деревьев там в 40-50 сантиметров в толщину, у меня все заросло березками там 10 сантиметровыми, и мне будет достаточно ротор в 300 миллиметров. Это не совсем так. В характеристиках мульчера указана общая ширина измельчаемых деревьев. То есть, если общая ширина измельчаемых деревьев указана 40 сантиметров, это значит, что вы можете убрать одновременно либо одно дерево 40 сантиметров в толщину, либо, к примеру, 4 дерева по 10 сантиметров. Поэтому, когда территория плотно заросла молодняком, подъезжая с мульчером с захватом 2 метра, с большой вероятностью вам встретится сразу несколько деревьев. По итогу мульчер потеряет часть своей энергии, он начнет медленнее крутиться, трактор будет его заново разгонять, и этот процесс будет просто бесконечным. Вы подъехали к деревьям, у вас обороты упали, трактор его заново разгоняет. Мало того, если обороты маленькие, еще и между ротором и самим корпусом мульчера может что-то заострять, работы опять остановили, вышли, и вот этот геморрой будет продолжаться весь рабочий день. Запомните, подбор мульчера не заключается только в выборе ширине захвата. В принципе, это все, что я хотел сказать по данному моменту. Как всегда, для правильного подбора техники звони по номеру, который есть в описании, также номер есть вот тут, переходи на наш сайт stmagro.rf прям русскими буквами stmagro.rf Ну а с вами был Вадим, компания-система без аварийных вам работ. Субтитры создавал DimaTorzok